говорить о том что в треке здесь у меня как бы идеи нет я началась грубо писать и зачастую бывает такое что да треки не предусмотрена идея то есть нет идеи я пока в своем треке еще особо идеи кроме круга не вижу и вот в этот в этом случае возникает проблема что делает дальше потому что и трек развиваться аранжировка не просто да то есть кто не знает аранжировка как развивать получится его развить что-то то вы да сделаете в принципе самый прикольный процесс аранжировки что добавить хай-хеты делаю 50 процентов начинающих музыкантов то уныло и неинтересно и в общем придумать новенькое потому что так чтобы груз прозвучал еще сколько-то по времени одних хай-хетов недостаточно должен быть либо груз гениальный что на первых порах получается не часто либо какой-то придуман другой способ развития а для того чтобы получить способ развития здесь мы придумываем и мы думаем о том как бы это все развить что сделать дальше в будущем как какие инструменты добавить потому что это все реально зависит от идеи то есть я сейчас думаю о том что же сюда можно в трек привязать обычно там знаете как бы какой-то концептик может быть какие-то там фразы из там самому что-нибудь но вокал как бы я не знаю что сюда из вокала то есть просить человека напеть начитать мод под этот стиль прекрасно можно читать но это уже и будет идея самого трека и как вы думаете груз да то есть который начался без идеи потом какая-то чипка будет на на мысли вокалиста как это все объединить нет можно конечно опять же получится какая-то каша-малаша и одна и кто а кто мне запретить вот я так вижу эту идею сделал гру поэтому на самом деле очень важно всегда трек начинать с идеей один самых на мой взгляд прикольных по идее треков моих собственного продакт производства это одна из работ которые я писал для своего коллектива там несколько человек плейма там раньше нас было три по два осталось вот и это эта работа была сделана совместно с вокалистом это человек это раньше был сессиончиком группа продиджи вот как знаете лерой торнхилл выступать по экспротеджи тот же только он просто сессиончиком их было в самой группе не был но вот он раньше был барабанщиком сейчас еще и поет поет очень неплохо и этот трек реально там столько идей мы столько всего напридумывали и с музыкальной точки зрения мне самому трек очень нравится я когда его в клубе играю мне так приятно от на вот ну то есть как очень интересно такой прям рок-н-ролл я сейчас его пытаюсь найти так ну просто чтобы на фоне включить чтобы примерно имели представление мы выкладывали клип он еще не и наверно ну когда-нибудь да выйдет то есть я сейчас примерно включу вместе с вами его послушаю частично надеюсь сейчас слышно вот сейчас играют у нас гитары играют много всего там давайте так открою экранчик чтобы было видно ну просто бэйв форм то есть синты слава при этом трек о ну в общем скажем он аполитический помните когда сноуден раскрыл все что скрывает служба нб и так далее вот все это хранится в лирике и вот для меня лично для меня лично это самый идейный трек потому что здесь вокал название следует из самого вокала настолько все интересно в общем поэтому мне ну то есть его интересно и развивать было то есть тут ну послушайте гитара а потом всякие звука алл естественно все очень легко дальше развить мне припевка больше всего взрывает мозг сейчас придет припеву и 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 вот такая вот композиция ребята Наверное, даже повторить эти ноты. Я сейчас попытаюсь только питч повторить. То есть у меня нота, допустим, соль второй октавы, и я даже вижу трензиент. И трензиент — это пик. Я обязательно сегодня еще буду говорить о меню в левой части написано нота соль. Точнее, да, вот соль. Значит, здесь у нас будет нота соль. Я могу сделать, допустим, если я хочу, чтобы саб-бас повторял движение баса. Сейчас посмотрим, работа-то идет. Ребят, если видно, все слышно, отпишите, пожалуйста, в комментариях. Нотка соль. Соль нулевой октавы, потому что это как раз-таки та, где у нас звучит бас. Так, вот мой саб. Можно чуть погромче. Наверное, вам не слышно. Я сейчас мастер погромче сделаю. Вот он. То есть это всего лишь одна гармоника, поэтому у меня здесь синусоиды. Ничего не надо. Возможно, только если я захочу, чтобы у меня была похожая динамика звука в этой ноте. Я специально на две октавы выше поднял, потому что низкий высот мы вообще практически тонаков не воспринимаем. И чтобы разобрать, мне нужно, чтобы получил вот это вот движение. Громкость. Слушайте. Досюда где-то атака нужна. Конечно же, я это не буду вычислять. Я просто на что-то сделаю. И вот когда у меня нота... Если не всегда понятно, что за нотки, для баса... Ну, допустим, я не слышу, я здесь сделал эквалайзер специально. Я подниму на вот этот вот кусок. Это у меня рецемпленный бас. То есть у меня дорожка баса я здесь не трогаю. Потом все обрежу. Баса. Саба. На пару октав выше мы ее уже воспринимаем как отдельный звук. Вот, наверное, так бы я и оставил. Можно чуть-чуть ее, короче, сделать. Здесь, кстати, баса нет. Наверное, можно, короче, не делать. Я часто люблю добавлять в сабе немного релиза. Ну, чтобы она не резко обрывала, чтобы не было у нас... Ну, давайте вместе послушаем. Да, неплохо. Ну, а теперь все транспонируем на октаву, две октавы вниз. Вот, низы. Вот. Ну, в принципе, очень похоже. То есть моя задача повторить полностью. Результат будет просто крутейший, потому что здесь я получу качественный, с хорошей динамикой, которую я сам запрограммировал. То есть после того, как я запрограммирую саб, мне не нужно никакой обработки. Ни эквализации, не дай бог, ни компрессии, ничего. В этом суть самого этого процесса лейринга саба. Вот. Ну, а теперь вот эту вот сейчас нотку. Если не всегда понятно, что за нотки для баса. Вот. Я не слышу, я здесь сделал эквалайзер специально. Я подниму на вот этот вот кусок. Это у меня рецемпленный бас. То есть у меня дорожка баса я здесь не трогаю. Потом все обрежу. Я транспонирую на октаву выше. Вот. То есть у меня идет движение на октаву вверх. Это такая же нота. То есть я могу примерно даже повторить эти ноты. Я сейчас попытаюсь только пич повторить. То есть у меня нота, допустим, соль второй октавы. И я даже вижу трензиент. И трензиент это пик. Я обязательно сегодня еще буду говорить о менее таких специфических темах. Это пока все собираются. Я вот немножечко решил... Решил немножко поработать над своим же треком. Чуть позже, кто опоздал, обязательно его включу. И об этом треке я тоже сегодня расскажу. Потому что там есть проблема. Как говорилось в Хьюстон, we have a problem. Но это слишком. Высоко. Сейчас попробую. Сейчас я. Я всегда стараюсь пропевать, чтобы понять пич. Потому что если я его не пойму, то ничего не подберу. Вот. Вот такое. Я вообще не люблю, когда сап у меня особо сильно прыгает. Я сделаю это, во-первых, в нулевой октаве. Вот эта вот соль. И, наверное, просто в два раза повторю бас. Но так как у меня есть небольшой релиз, я эту нотку покороче сделаю. Не факт, что вообще у меня эта нота воспринимается. Потому что бас слишком короткий. Для сапа нужно чуть больше времени. О, видите, он не раскрывается. Не слышно. Не успевает он набрать свою громкость. Длина волны очень большая. Ну и, соответственно, время ему нужно чуть больше, чтобы раскрыться. И я поэтому просто по длине отмеряю прям по тренде. Вот. Ну и вот получился у меня две ноты саба. Кто скажет, блин, это сложно, такой геморр, тот просто не слышал результата. Это шикарнейший результат. Очень удобно. И потом на мастере контролировать уровень саба. Где-то тише. Меня особо сильно прыгает. Вот. То есть у меня идет движение на октаву вверх. Это такая же нота. То есть я могу примерно даже повторить. Видите, ноты. Я сейчас попытаюсь только питч повторить. То есть у меня нота, допустим, соль второй октавы, и я даже вижу трензиент. И трензиент это пик. Я обязательно сегодня еще буду говорить о таких специфических темах. Это пока... Я сейчас попытаюсь только питч повторить. То есть у меня нота, допустим, соль второй октавы, и я даже вижу трензиент. И трензиент это пик. Я обязательно сегодня еще буду говорить о менее таких специфических темах. Это пока все собираются. Я вот немножечко решил... Решил немножко поработать над своим же треком. Чуть позже, кто опоздал, обязательно его включу. И об этом треке я тоже сегодня расскажу. Потому что там есть проблема. Как говорилось в Хьюстон, we have a problem. Ну, это слишком высоко. Сейчас попробую. Сейчас я. Я всегда стараюсь пропевать, чтобы понять питч, потому что если я его не пойму, то ничего не подберу. Вот. Вот такое. Я вообще не люблю, когда саб у меня особо сильно прыгает. Я сделаю это, во-первых, в нулевой октаве. Вот эта вот соль. И, наверное, просто в два раза повторю бас. Но так как у меня есть небольшой релиз, я эту нотку покороче сделаю. Не факт, что вообще у меня эта нота воспримется, потому что бас слишком корот. Саб для саба нужно чуть больше времени. О, видите, он не раскрывается саб. Не слышно. Не успевает он набрать свою громкость. Длина волны очень большая. Ну и, соответственно, время нужно чуть больше, чтобы раскрыться. И я поэтому просто по длине вот отмеряю прям по тренде. Вот. Ну и вот получился у меня две ноты саба. Кто скажет, блин, это сложно, такой гемор, тот просто не слышал результата. Это шикарнейший результат, очень удобный. И потом на мастере контролировать уровень саба. Где-то тише, где-то громче. Пока это всего лишь две четверти одного такта я сделал. На самом деле процесс достаточно длительный. Я сейчас себе это сохраню. Ненужные каналы я выключу. И с удовольствием сейчас с вами поздороваюсь. Итак, сейчас я экранчик обратно верну. Всем привет. Меня зовут Александр Марс. Добро пожаловать на XSR стрим номер три. Для тех, кто смотрит это видео на нашем YouTube-канале, потому что больше мы, кроме нашего сайта YouTube-канала, нигде не постили. Поэтому, если вы на YouTube-канале, обязательно, для того, чтобы пообщаться со мной и задать мне вопрос, обязательно перейдите на наш сайт xracademy.com. В разделе «Блог» вы найдете специфическую тему. Нашу тему XSR стрим номер три. Это первый блок. Во-первых, здесь удобно смотреть. А во-вторых, здесь у нас секция комментариев, где вы можете вот сейчас оставить свой вопрос в конце нашего стрима. Драман Бэйс Трек, естественно, он не имеет никакого названия. Называется D&D 3. Ну, я думаю, что как и у всех, да, то есть не всегда... Не у всех всегда рождаются названия. У меня вообще с названием всегда проблемы. То есть я начал с грува. И вот грув, то есть он примерно по времени был, ну, не знаю, там, несколько тактов. Сейчас, одну секундочку. Я, кстати, позаботился, подготовил себе чай. И вам тоже советую подготовить себе какой-нибудь вкусный напиток для нашего сегодняшнего стрима. Хотел открыть бутылочку вина, но подумал, что лучше чая. Итак, вот я начал делать трек с грувом. Часто такое бывает, но это абсолютно неправильно, на мой взгляд. Ну, все допускают ошибки. Вот, давайте послушаем кусок грува. Сейчас я выключил свой вот тот сап, который я начал делать. Здесь бас, там есть сап, там есть все, но он как бы не отстроен. Не отстойный, не качевый. Но это и не нужно сейчас. Это всего лишь демка. Я извиняюсь за клиппинг. Ну, где-то так. Вот примерно так будет звучать. Сейчас погромче. Ну, то есть вот он, грув. А на самом деле, как бы в треке есть две составляющих. Музыкальная, которая включает в себя идейную составляющую. И танцевальная. Вот эта вот танцевальная часть. И, ну, часто в танцевальной музыке они бывают несвязаны. Ну, и для того, чтобы композиции хорошо слушать, ее нужно слушать хотя бы с какого-то вступления. В данном моменте это какая-то яма. Вот примерная яма. То есть здесь уже у меня существует какое-то арпеджио. Закладывается какие-то базовые, базовая тональность. Ну, то есть разгон, звуки и так далее. Ну, на самом деле, это вроде неплохо звучит. Мне нравится. То есть, как бы танцевальненько. Даже вот эту депу можно в куды сыграть. Но немножко сбалансировать звуки. Здесь вообще никакого там компрессии, эквализации почти нет. Просто звуки сами неплохо звучат. Вот эти переходики еще все не такие интересные. Так вот, я с вами хотел поговорить о том, что в треке... Здесь у меня как бы идей нет. Я начал с грубо писать. И зачастую бывает такое, что когда в треке не предусмотрена идея, то есть нет идеи, да? Я пока в своем треке еще особо идей, кроме грубо, не вижу. И вот в этом случае возникает проблема, а что делать дальше? Потому что трек развивается... Аранжировка это непросто, да? То есть, кто не знает, аранжировка это... Как развивается трек в процессе времени. Какие... Наверное, ну, когда-нибудь это выйдет. То есть... Я сейчас примерно включу. Вместе с вами его... Послушаю частично. Надеюсь, сейчас слышно. Да. Вот сейчас играют у нас гитары. Играют много всего там. Давайте так открой экранчик, чтобы было видно. Ну, просто waveform. То есть синты... Слова-притым. Трек о... Ну, в общем, скажем, он аполитический. Помните, когда Сноуден раскрыл все, что скрывает служба НБ и так далее? И вот все это хранится в лирике. И вот для меня лично... Для меня лично это самый идейный трек, потому что здесь вокал. Название следует из самого вокала. То есть настолько все интересно... В общем, поэтому мне... Ну, то есть его интересно и развивать было. То есть тут, ну, послушайте, гитара, а потом всякий вокал, естественно. То есть все очень легко дальше развить. У меня припев-то больше всего взрывает мозг. Сейчас придет к припеву. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лейл, помните, треки показывал вам на прошлом стриме? Это не последний, потому что я на него не могу ответить. Ну, допустим, вот сегодня я вам рассказывал два трека. Вот лейбл одобрил. Я думаю, что... Ну, то есть мне сказали, что хотят выпустить сингл или EP, а есть что-нибудь еще, чтобы показать. Все хотят... То есть вот два трека... Я вам на прошлом стриме, кто был, играл их... Ну, сейчас что-нибудь включу опять. В общем, два эти трека я писал, ну, где-то оба эти трека. Идеи я давно сделал, но я их полностью переделал. И в результате... Ну, это сейчас опять для понимания, о чем это. Я включу параллельно с тем, что разговаривали. В общем, это вот тоже два drum and bass. Такая вот композиция тоже вторая. Ну, то есть два трека. International Waters and Never Stop Fighting. Я уже не хочу заезжать их пока, чтобы не были заезжены. То есть за трек даже сегодня, там, полтора-два доллара за трек сегодня даже не жалко. Это как за книгу, только за коротенькую. Или за картинку, или еще за что-нибудь. Итак, ну, название, наконец-то, сегодня у нас есть, поэтому, ребят, мы слушаем вместе. Наслаждаемся. Только я сразу скажу, что у нас не хватит времени полностью послушать треки. У нас хватит времени послушать частично, но главная идея, там, грув, давайте послушаем. Вот. Он пережат какой-то трек, так хорошо зажат. Боюсь, что без откажений не был. Давайте послушаем. Гитарка, классно. Браво пилинг здесь пока. Ну вот, опять же, помните, я говорил про идею звуки? Просто набор звуков. Грув — это не набор звуков. Грув — это какой-то звуки, расположенные в определенном порядке. Ну, давайте дальше послушаем. Вот мне здесь не нравится, как гитара в левое ухо. У меня такое ощущение возникает, что у меня один наушник тяжелее. Гитара крутая, мне нравится. Ой, извиняюсь, что я кричу. Сейчас, секундочку. Сейчас я подниму громкость. Осторожнее. Вот, все. Ну, я вот пока здесь не вижу связи. Можно было бы грув построить на самой гитаре. То есть рок-н-ролльно как-то сделать. Ну, постараться что-то сделать. Давайте еще здесь послушаем. Это, наверное, типа Drum'n'Bass хотели сделать. Ну, это не Drum'n'Bass. Это звучит, знаете, как какая-то... Просто к платформеру самым трек. Просто, знаете, бежит там разбить сбоку. Или там, знаете, какая-то самая... Скроллер, по-моему, называется такой. Игры, когда там летит корабль и стреляет по всем противникам. Вот такая музыка. Построена почти что восьмибежных инструментах. У нее даже хочется быстро говорить почему-то. Вот, поэтому я не могу сказать, что эта композиция мне нравилась. И ни в коем случае, ребят, не обижайтесь, если мне не понравилась ваша композиция. Это значит, что есть над чем работать. И вот, кстати, в прошлый раз мне прислали работать. Очень чила такая чил, наверное, работа. Мне очень понравилась, очень крутая. Потому что там была идея реально классная. Вот. Здесь, я думаю, ребята со мной согласятся, что... Вот, самое крутое это здесь гитара. Только я не люблю, когда разбалансировка всегда в миксе. Если что-то влево, должен быть баланс вправо. Потому что иначе такое ощущение, что наушник влево наклонен. Ну, у меня лично такое ощущение. Поэтому я не люблю вот это вот панорамирование. Все это унылое. Это больше относится к сведению инструментальной музыки. Все-таки в электронной музыке это не так принято. Потому что совершенно другие устройства для воспроизведения этой музыки используются. Клуб, в первую очередь. Да, это клубные порталы и так далее. Ну, или сабвуферы должны быть в клубе и так далее. Давайте лак посмотрим. Испытаем удачу. Лак, удача. Все поняли, да, шуточку? Ребят, а вообще звук нормальный? Просто мне здесь пишут, что звук не особо. Я вот сейчас переключил студия режим. Может быть, напишите мне вообще, в стерео звучит или нет? Ну, хотя бы, то есть, не чисто мона. Если да, просто напишите в комментариях. Ну, вот здесь есть что сказать. Это мне напоминает какой-то трек. Есть со свистом. Вот здесь синт прикольный. Но знаете, чего здесь не хватает? Идеи не хватает. А я сейчас объясню. Это гармония есть, мелодия. Причем, я не обращаю внимания на сведение. Это все второстепенно. Даже саунд дизайн очень простой. Но мне этот трек больше нравится, чем предыдущая работа. Потому что сюда я вижу, что можно добавить. Сюда можно добавить вокал. Ну, он реально просится. То есть, вот сюда можно припев там со свистулькой посвистеть. То есть, ну, нормально. Но без вокала очень пусто. И я раскрою один важный секрет, ребят. С вокалом трек написать в два раза легче. Потому что вокал 50% идей. Даже больше занимает. На вокале можно сделать груфом, как хип-хоп делают музыку. Просто луп и вокал. Луп. То есть, представьте, один луп, там два такта, три такта. Ой, в смысле, четыре такта. И все. Вот здесь реально не хватает вокала. Может быть, мужского. Ну, со смыслом, естественно. Не просто в моего и. Ну, вот, то есть, как бы, эту работу, я бы, может быть, сказал, что она не совсем закончена. Минус. Можно сказать, что это минус. Минус композиции для какой-то вокальной песни. Ну, достаточно такое коммерческое звучание. Но до коммерции не дотягивает саунд дизайн здесь. Ну, и как следствие сведения. Но в целом, я думаю, что с этим можно работать и вполне неплохо. А вот теперь эпик-микс посмотрим. Человек нам обещал идею. Так, с этим мы закончили. Поехали следующим. А здесь уже вступление многообещающее. Я уже не терпится услышать, что же дальше развитие. Ну, здесь уже затянуто, ребят. То есть, надо дальше. То есть, мне уже круто было, но скучновато. Вот эта аранжировка здесь важная. Интро всегда должно затягивать. То есть, ты включаешь, и тебя постепенно перемещают. И с момента... Помните, в трансформеров сегодня рассказывал метафору? То есть, в момент, когда он продает очки, в момент, когда трансформеры надирают этим... Автоботы десептиконом надирают задницу. Чтобы это редак было круто. Я понимаю, что это не тот стиль музыки, но для того, чтобы удержать слушателя, всегда должно быть движение в музыке. Это в двухтысячные девяностые года треки начинались с кика. Тунц, 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 тунц. Это для того, чтобы диджеи могли их свести. А сейчас кнопка синхронизации все пользуются. Некоторые вообще даже не сводят. Недавно выкладывал видео на нашем канале... В нашем паблике XR Academy. И там показывали, как диджеи играют без игры самой. То есть, начало круто, а здесь растянуто, на мой взгляд. Инструменты интересные. Но не хватает чего-то главного, лидирующего здесь. Думаю, что, наверное, еще в основной части мы не дошли. Но я чувствую, что здесь будет... Я уже предвижу, как это будет. То же самое, только с барабанами и с басами. Вот, наверное, как здесь. Да, еще в городе. Ох, круто. Молодец. Вот то, о чем я говорил. Концепт. Не хочу. Дождь. Нет. Я уеду. Еду обязательно. Не обязательно надо вырваться из крови. Да, сегодня поздно. Респект. Классно. Ну, а не... Вот это классно. Там можно читать аудиокниги. Вот такое, более фоновое музло, но очень хорошо сделанное. Я думал, что это будет хавстепа. Это прям... Круто. Басы, конечно, немножечко олдскул такой. Саундисанча за лет 15, мне кажется, назад такое было. Я имею в виду только бас. Все остальное круто. Я на фоне пока буду болтать. Давайте послушаем и будем потихонечку, потихонечку перемещаться в конец нашего сегодняшнего стрима. Ребятки, я надеюсь, вы... На фоне покруто. Тресторонечка за лет 15, мне кажется, не будет вверх. Я надеюсь, что здесь есть ноября.